Думаю, всем нам нравится посещать аквапарки, находясь за границей или даже на курортах своей страны. Главная фишка аквапарков – это, конечно, крутые водные горки, с которых любят скатываться как дети, так и взрослые. И все же большинство таких водных горок – ничто по сравнению с теми, которые мы покажем в этом выпуске. В сегодняшнем выпуске мы расскажем вам про 7 самых длинных и классных водных горках в мире. Погнали! Экшн-парк Пожалуй, начнем наш список с аквапарка Экшн-парк Нью-Джерси, который по праву заслужил славу самого экстремального аквапарка планеты. Открытый в 1978 году, он является одним из первых развлекательных водных парков США. Экшн-парк постоянно модернизируется. Сейчас в его состав входит три десятка самых разных аттракционов, рассчитанных и на детей, и на взрослых. Главная изюминка парка – водная горка-рекордсмен протяженностью в 610 метров, занесенная в Книгу рекордов Гиннеса как самая длинная водная горка в мире на данный момент. Для сравнения, длина беговой дорожки на школьном поле всего 250 метров. Каждый час к этой горке подается 3,5 тысячи литров воды, чтобы она могла полноценно функционировать. На этой горке отдыхающие разгоняются до 30 километров в час, прежде чем приземляются на воду. Сам спуск занимает примерно полторы минуты. Столько же занимает подъем на вершину горки. Впервые этот аттракцион был представлен в 2016 году на территории фонда Live More Awesome, который помогает людям, страдающим депрессией. На самом деле, помощь людям с психологическими заболеваниями – это первостепенная причина строительства данной водной горки, что заслуживает уважения. Идея заключалась в том, чтобы люди, страдающие депрессией, выходили на улицу, шли в этот парк и наслаждались подъемом адреналина. Поскольку спуск с такого гиганта однозначно встряхнет даже самого грустного человека. Стоит отметить, что экшен-парк не простаивает и зимой. Так, однажды трое сноубордистов – Томми Миллер, Эрад, Джерард и его брат Брэндон Джерард – решили обкатать гигантскую территорию парка, прокатившись по аттракционам на досках. Думаю, величественные снежные горки, огромные пролеты и высокая скорость разгона сделали их катание в парке незабываемым. Вертиго Вертиго – это водная горка, расположенная в парке Аквалендия, в испанском городе Беннидорм. Вертиго – это самая высокая капсульная водная горка в мире. Ее высота составляет целых 33 метра. Она была открыта в 2013 году, всего через два с половиной месяца после начала строительства. На самом деле, Вертиго включает в себя сразу же две водные горки – зеленую и красную, высота которых составляет 28 и 33 метра, соответственно. Спуск осуществляется следующим образом. У начала спуска под ногами у человека находится платформа. Она открывается оператором горки при помощи кнопки, после чего человек как бы падает вниз и начинает спуск. Поскольку сама горка занимает практически вертикальное положение, спуск длится всего 3 секунды. За это время можно достичь ошеломительной скорости в 100 км в час. Стоит сказать, что опасен не только сам спуск, но и платформа на старте. Например, в 2014 году платформа открылась не до конца, из-за чего мужчина, собиравшийся собершить спуск, получил травмы на старте. Несмотря на такой инцидент, Вертиго возобновила свою работу всего через 10 минут. Эта новость тут же стала сенсацией и буквально взорвала все местные информационные порталы. Банско Уотерслайд Надувная водная горка Банско находится в местности Бандыришка Поляна. В городе Банско, Болгария. Она находится в горах на высоте 1650 метров и является поистине уникальной, потому как это самая длинная горка на Балканском полуострове. Ее длина составляет невероятные 350 метров. Такая горка есть еще в трех местах на Земле – в Соединенных Штатах, Новой Зеландии и Австралии. Цена билета за один спуск составляет 6 долларов на взрослого и 4 доллара за ребенка. При трехразовом спуске полагается скидка, тогда цена снижается и составляет 15-10 долларов соответственно. Бандыришка Поляна представляет посетителям и другие аттракционы и развлечения, в числе которых мини-гольф, футбольное поле, а также надувные батуты в виде детских площадок и сказочных замков. За безопасностью детей следят инструкторы. В целях безопасности перед спуском с горки посетителям обязательно выдаются специальные шлемы. Для удобства туристов здесь работает гондольский подъемник. Горка сама по себе очень большая и классная, но из-за большого ажиотажа сотрудники курорта планируют увеличить ее длину еще на 50 метров в будущем. Крытая водная горка под названием «Волшебный глаз» находится в немецком городе Ординг, а в аквапарке Galaxy Erding. Ее длина составляет 356 метров. «Волшебный глаз» является самой длинной крытой горкой в мире, сертифицированной книгой рекордов Гиннеса. Ни одна из недавно построенных горок не смогла превзойти этого гиганта. Горка была построена компанией «Кварер Фрейзентон Лаген» в 2007 году. Рекордная длина горки «Мэджик Ай» дополняется ее 22-метровой высотой. Внутри горки нет особо крутых поворотов и углов, и поэтому вы можете довольно неплохо разогнаться, скатившись вниз. Помимо этого, волшебный глаз может похвастаться изысканными светящимися линиями, которые создают стробоскопический эффект и оставляют непревзойденное впечатление после спуска. Впрочем, некоторым посетителям, которые страдают эпирепсией, такой дизайн может только навредить. Поэтому, если у вас имеются проблемы с этим заболеванием, вам лучше отказаться от съезда с волшебного глаза и поискать другие альтернативные варианты, многие из которых представлены в нашем видео. Если вы хотите ощутить максимум адреналины и еще больше скорости и драйва, то вам необходимо посетить развлекательный центр Holiday World & Splash & Safari. Он находится в США, в штате Индиана, в городе Санта-Клаус. В этом развлекательном центре имеется аквапарк с одними из самых длинных водных горок в мире, которые называются Гну и Мамонт по названиям животных. Они представляют собой самые настоящие и сумасшедшие американские водные горки. Вас ждет захватывающий спуск и подъем с перепадами и виражами длиной более 500 метров. Горка Гну была открыта в 2010 году, и тогда она считалась самой длинной водной горкой в мире. Ее длина составляет невероятные 520 метров. Путешествие по этой горке длится целых 2,5 минуты. Для спуска используется надувной плод, который рассчитан на 4 человека. Отметим, что для этой горки действуют ограничения по росту посетителей выше 110 сантиметров. Это очень важно. В 2010 году горке Гну даже присваивался статус Best New Water Park Ride – лучшая новая водная горка. В 2012 году мировой рекорд Гну был побит в мае того года. В этом же аквапарке состоялось открытие горки Мамонт. Длина Мамонта составляет еще более невероятные 537 метров. До 2016 года Мамонт был самой длинной горкой в мире. Специально для Мамонта была разработана новая лодка, рассчитанная на 6 человек. Спуск с Мамонта длился 3 минуты. В этой гигантской горке чередуются открытые участки с закрытыми туннелями. Во время спуска вас ждет 6 выражей, высота самого высокого из которых составляет 21 метр, что эквивалентно высоте 7-этажного здания. Как и на соседней горке, здесь также действуют ограничения по росту – 110 сантиметров. Это важно. Своим создателям горка Мамонт обошлась в 9 миллионов долларов. В 2012 году она была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная водная горка в мире. Однако в 2016 году рекорд был побит горкой, установленной в аквапарке экшен-парка, который мы уже рассказывали. Веракт Огромная водная горка Веракт расположена в аквапарке Шлиттербан в Канзас-Сити, США. В переводе с немецкого «верукт» означает «безумный» или «сумасшедший». Это название как нельзя лучше подходит этому сногсшибательному аттракциону. Горка была открыта в июле 2014 года, и на протяжении долгого времени она была самой высокой водной горкой в мире с высотой в 51 метр. На строительство этого гиганта ушло 3,6 миллиона долларов, а главным разработчиком горки выступился владелец аквапарка Джефф Генри. Он хотел, чтобы спускающиеся с горки люди могли испытать ощущение падения вниз с высоты 17-этажного дома со скоростью 100 километров в час. И надо сказать, Джеффу это удалось. Тем не менее, помимо рекордной высоты и популярности, Веракт приобрел и дурную славу из одного трагического инцидента. После ужасного инцидента владелец аквапарка был арестован по результатам проверки. Были выявлены нарушения правил безопасности на горке. Впоследствии горка была закрыта по очевидным причинам, а посему ее уже нельзя назвать самой высокой действующей водной горкой в мире. В ближайшем будущем горку Веракт планирует снести. Инсейну Инсейну – это водная горка, находящаяся в развлекательном водном центре Бич-парк в городе Форталеза, Бразилия. Она представляет собой очень крутой, практически вертикальный обрыв высотой в 41 метр. После того, как человек скатывается по крутому обрыву, он попадает в небольшую трубу, откуда впоследствии попадает в бассейн, конечную точку путешествия. Инсейну была открыта в 1989 году и на тот момент была самой высокой водной горкой в мире. Стоит сказать, что этот аттракцион вовсе не для слабонервных. Некоторые впечатлительные люди, находясь на старте спуска, начинают кричать, флакать и паниковать. Впрочем, это не останавливает бессердечных операторов горки, некоторым из которых даже нравится смотреть на такие эмоции людей. Спуск длится всего 5 секунд. Но поскольку горка практически вертикальная, некоторые люди буквально отрываются от ее поверхности и проводят спуск в полете, что довольно опасно. В связи с угрозой для здоровья и жизни, работники горки тщательно инструктируют людей перед спуском. При спуске необходимо лежать на спине и держать руки скрещенными на груди. Ноги при этом также должны быть скрещены. Кстати, спуск Инсейно считается самым быстрым в мире. Зачастую при спуске можно развить скорость в невероятные 105,5 км в час. Ну а в комменты напишите, какая была самая крутая водная горка, по которой вы когда-либо катались. И по какой из водных горок из этого выпуска вы хотели бы прокатиться больше всего, если, конечно, не задристали бы. Ну а если вам было интересно, то со всей силы с вертухана пробиваем кнопку лайка под этим видео, подписываемся на канал и врубаем колокольчик, чтобы не пропустить все самые термоядерные видео уже завтра. Спасибо вам за просмотр, а также, если у вас есть время, заоценивайте предыдущие выпуски.